Посол России в США рассказал о попытках вербовки российских дипломатов. Верховной Раде пожаловались на утрату доверия Запада и Запорошенко. Великобритания может закрыть торговое представительство России в Лондоне. Враг продолжает срывать перемирие, объявленное с 0 часов 30 марта в приближении пасхальных праздников. За минувшие сутки на Донецком направлении украинские оккупационные силы обстреляли районы населения Пуста-Михайловка и Спартак, при этом выпустив 6 мин калибром 82 мм, также ввели обстрелы из гранатометов стрелкового оружия. На Горловском направлении враг обстрела населён Пуста-Железная Балка и Михайловка из 82 мм минометов, БМП, гранатометов стрелкового оружия. Наиболее сложная обстановка была на Мариупольском направлении, где оккупанты нанесли удар по 5 населён Пуста в нашей республике. Выпустив 15 мин калибром 120-82 мм, ввели обстрелы из вооружения БМП различных типов гранатометов стрелкового оружия. Всего за сутки украинские бандформирования выпустили по территории нашей республики 194 боеприпаса, при этом нарушив перемирие 19 раз. За прошедшие сутки, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, украинские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населённых пунктов Логвиного, Калийного, Жёлтое и Красный Яр. Украинские боевики при обстреле применяли БМП, подствольные гранатомёты, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Кроме того, ВСУ продолжают стягивать в зону карательной операции Донбассе военную технику и вооружение, что свидетельствует о том, что Киев намерен решать конфликт только силовым путём. Так, по имеющейся у нас информации, 29 марта в районе населённого пункта Трёхизбинка, это зона ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады, прибыла колонна вооружения и военной техники противника в составе 4 единиц танков до 9 единиц БМП, 5 единиц Гаубец Д-30 и до 20 единиц автомобильной техники. Также отмечается, что 26 марта на железнодорожную станцию Рубежная прибыл эшелон с военной техникой в составе МТ-12 Трапира 12 единиц, МТ-ЛБ до 25 единиц, автомобильной техники до 20 единиц. Данные факты говорят об имеющихся планах украинских властей обострить ситуацию в Донбассе. В Украине распространяют очередной фейк. На этот раз киевские пропагандисты в соцсетях публикуют псевдоуказ главы ДНР, который якобы запретил получать пенсионерам ДНР украинскую пенсию. В тексте липового документа указано, что ограничения вступят в законную силу с 1 мая 2018 года. Кроме того, в нем прописаны штрафные санкции в отношении тех пенсионеров, которые требования этого указа не выполнят. Эта информация ложь от первого до последнего слова. Никаких указов, распоряжений или приказов об этом глава республики не подписывал и никаких комментариев не давал. Наоборот, Александр Захарченко неоднократно в общении с представителями средств массовой информации подчеркивал, что пенсионеры могут свободно получать как украинскую, так и республиканскую пенсию, если у них есть такая возможность, говорится в сообщении, опубликованном администрацией главы государства. Очевидно, что своими вбросами Киев пытается дестабилизировать ситуацию ДНР, повысить социальную напряженность и вызвать панику среди самых незащищенных слоев населения. В связи с этим в администрации главы ДНР напомнили, что любые сообщения, имеющие официальный характер, размещаются на официальных информационных ресурсах республики и транслируются на государственных телеканалах и порекомендовали не доверять непроверенным источникам. В последний мартовский день в Донецке на центральной площади имени Ленина состоялась сельскохозяйственная ярмарка. На сегодняшней ярмарке представлено более 30 производителей нашей республики, можно приобрести товары всех категорий. Сегодня в преддверии праздника мы, как обычно, подготовили, скажем так, маленькую акцию. Общественное движение раздавало вербу нашим горожанам. Первоочередная задача ярмарок – это дать возможность нашим гражданам покупать товары у производителей без наценки магазинов. Традиционной на ярмарке был представлен широкий ассортимент республиканских товаров, мясная и молочная продукция, кондитерские, хлебобулочные изделия, а также овощи, рыба, яйца и многое другое. Я только пришла, ну поражена количеством людей, мне это приятно, что люди приехали, нашли время сюда приехать. А раньше были на ярмарке? Нет, раньше нет. Это первый раз мы с мужем сделали такой поход. А первое впечатление вам нравится? Да, мне нравится. Сценами ознакомились? Ну я только вот в начале посмотрела, ну да, значительно дешевле, конечно, чем в магазине. А скажите, пожалуйста, в республике нужно проводить ярмарки? Ну обязательно. Наверное, есть такие люди, которые не могут себе позволить в супермаркет покупать продукты, правильно? Они могут себе купить здесь. А здесь вполне приемлемо. То, что я увидела вот в начале, мне понравилось. С кем ты сюда пришла? С мамой, с папой, с сестрой. Расскажите, что вы здесь делали? Может, покупали что? Мы здесь покупали хлеб, мама сейчас покупает конфеты. Ты попросила конфеты, да? Да. А скажи, родители рассказывали тебе, цены здесь хорошие? Да. А твое впечатление нравится тебе здесь? Да. А что нравится, расскажешь нам? Ну, сладости, хлеб вкусный. Ярмарка нравится вам? Хорошо, конечно. Что себе смогли купить? Какие цены? Яйца подешевле купила, курицу дешевле купила. А вообще стоит в республике проводить ярмарки? Стоит, конечно. Хоть оживление для народа какое-то. Сейчас будет Пасха, и все хотят закупиться, чтобы хорошо отметить, наверное, Пасху, и тут дешевле все. Ты для себя здесь смотрел ассортимент товаров? Может, молодой человек нашел и для себя товар по душе? Ну, по душе. Ну, я люблю сладости, вон, донгой, это какие-то шоколадки купить или что-то еще в этом плане. Дешевле чем-то? Да, не дешевле. Да, не много, но дешевле. Ну, хоть и небольшая, но радость. Поздравляю всех с временным воскресеньем, желаю всем счастья, здоровья, любви, удачи. Всех поздравляю с этим праздником. Уже четвертый год мы его поздравляем. Я волнуюсь, извините. Мы хотим, чтобы мир пришел наш дом, чтобы, наконец, опомнились те, кто нам причиняет такую боль. Нам, нашим детям, внукам, разорвали судьбы, разорвали семьи. Это очень больно. Главной особенностью сельскохозяйственной ярмарки являются цены на продукты. Как отмечают сами горожане, они значительно ниже, чем в супермаркетах. И, что немаловажно, все продукты на прилавках производителей – первой свежести. Алина Чернява, Алексей Полянский, Новороссия ТВ. Депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что реакция мира на Украину сильно меняется. По словам политика, имидж незалежной подпортил президент страны Пётр Порошенко. Если президент Порошенко и Украина как страна в его лице имела огромное доверие еще четыре года назад, то сегодня, после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где наш президент представлял нашу страну, видно, что интерес категорически падает. И просто Украине уже никто не верит. Украине из-за определенных чиновников. Вот это на самом деле плохо. Напомню, что Мюнхенская конференция по вопросам безопасности проходила 16 по 18 февраля. Украинский президент выступил на несречу, в которой коснулся ситуации в Донбассе, вопроса ввода миротворцев и проекта «Северный поток-2». О печальном эффекте от выступления Порошенко, в частности, писали немецкие СМИ, которые указали на то, что теперь все перестали интересоваться ситуацией в Украине. Президент Украины Петр Порошенко подверг критике сторонников проекта «Северный поток-2», заявив, что те, кто поддерживает строительство трубопровода, являются сообщниками России в ее гибридной войне. Больше всего Порошенко возмущает тот факт, что в результате реализации проекта «Северный поток-2» Украина ежегодно будет терять по 2 миллиарда долларов в виде пошлин, которые Киев взымал за транзит российского газа в Европу. Также, по его мнению, это приведет к тому, что «Газпром» уменьшит объемы поставок газа в Украину. Напомним, что ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало разрешение на строительство трубопровода. В ФРГ подчеркнули, что не видят помех для удовлетворения запроса прокладки «Северного потока-2» по дну Балтийского моря. Накануне Министерство иностранных дел России объявило о высылке дипломатов 24 стран, которые поддержали позицию Великобритании по делу об отравлении в Солсбуре бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Всего территорию России должны покинуть 59 дипломатов из Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии. Также в российском МИД анонсировали высылку дипломатов Бельгии, Венгрии, Грузии и Черногории, которые в последний момент решили присоединиться к вышеперечисленным странам. Между тем, министр иностранных дел незалежной Павел Климкин почему-то назвал решение Москвы нонсенсом. «Зеркальная реакция России с высылка наших дипломатов – это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить Солсбери. Это сделала Россия, получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому и позаботиться о гражданах Украины в России. Работаем дальше», – написал Климкин в своем твиттере. Однако в данной ситуации глава украинской дипломатии лучше бы потрудился объяснить странную позицию Киева, поскольку накануне высылки российских дипломатов первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Герасченко заявила, что украинские власти не собираются этого делать. А потом чудесным образом данное решение было изменено. Возникает закономерный вопрос – неужели страна, в которой на каждом шагу твердят о независимости, действует по указке Запада? Хотя в этом случае ответ и так очевиден. Великобритания может закрыть торговое представительство России в Лондоне. Об этом сообщают ряд авторитетных изданий, в том числе Daily Mail и The Telegraph. Отмечается, что это может быть связано с решением о высылке России британских дипломатов и требованием привести к равенству численность состава дипломатических миссий обеих стран. По данным СМИТ, этот вопрос сейчас находится на рассмотрении правительства Соединенного Королевства. Также стало известно, что британские власти называют торгпредство России логовом шпионов. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя данную новость, отметил, что такое решение Великобритании не приведет к глобальным проблемам для России. Если такое случится, то к глобальным проблемам для России не приведет, это точно. А сделано подобное может быть с одной целью, поскольку фарс с обвинением нашей страны, по сути, провалился. И мы видим, что реально у Великобритании нет никаких доказательств причастности России к отравлению скрипалей. То остается только нагнетать ситуацию в двусторонних отношениях, в надежде, что к этому конфликту присоединятся и другие союзники, как это было с высылкой дипломатов. Также Владимир Джабаров напомнил, что у России есть масса возможностей делать ответные шаги на недружественные действия. В свою очередь, заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что намерения Лондона свидетельствуют о желании досадить Москве. Мы понимаем абсурдность последних действий со стороны официальных лиц Великобритании. И вчерашний обыск самолета аэрофлота в аэропорту в Лондоне, и недопуск наших представителей к Юлии Скрипаль. Поэтому это может быть очередной провокацией. Сегодняшние английские власти просто не знают, что еще такое предпринять, как извернуться, чтобы попытаться в очередной раз ущипнуть Россию. Напомним, что 30 марта британские власти без объяснения причин провели досмотр российского самолета, который прибыл в аэропорт Лондона. Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа настаивают на более агрессивных действиях в отношении Москвы после высылки из страны российских дипломатов. Об этом сообщает газета The New York Times. По данным издания, администрация Трампа рассматривает дополнительные санкции и другие меры. При этом чиновники заявляют, что неясно, насколько далеко готов зайти американский лидер. Собеседники газеты утверждают, что Трамп все более убеждается в опасности России, однако до настоящего времени отказывался ужесточить свою публичную позицию. Напомним, что ранее власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов покинули страну, а также закрыли генконсульство России в Сиэтле. Решение было принято под предлогом того, что дипломаты якобы занимались шпионажем в Срединах Штатах, а также в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипаля. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские спецслужбы пытаются заставить высылаемых из США российских дипломатов предать родину. «Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые, если говорить дипломатично, пытаются установить неформальные отношения с нашими дипломатами, а по сути дела заставить их предать свою страну. Хочу сказать, что это не единичные случаи, и я вынужден сообщать о них в Москву». Напомним, что ранее власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов покинули страну, а также закрыли генконсульство России в Сиэтле. Решение было принято под предлогом того, что дипломаты якобы занимались шпионажем в Срединах Штатах, а также в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипаля. При этом, по словам Антонова, России до сих пор так и не сообщили о настоящих причинах высылки дипломатов. «На сегодняшний день мы не получили никаких внятных объяснений о причинах выдворения российских дипломатов. Как вы знаете, официальное объяснение того, почему закрывается наше генконсульство в Сиэтле, сводится к тому, что якобы наши дипломаты могут получать информацию о деятельности военно-морской базы США. У меня возникает простой и понятный вопрос, а при чем здесь дело Скрипалей? По мнению посла, напрашивается ответ, что дело Скрипалей, по сути, является лишь поводом для этого всплескорусофобии, для того, чтобы американцы предприняли жесткие неадекватные провокационные шаги в отношении российских дипломатов и российской дипломатической собственности». НАТО и Россия возобновят былое сотрудничество, когда Москва начнет действовать в соответствии с международным правом. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел. «Мы хотим избежать конфронтации, но не можем игнорировать то, как Россия нарушает международные нормы. Невозможно вернуться к классическому сотрудничеству, пока Россия не будет действовать в соответствии с международным правом». По словам генерала НАТО, заинтересована в выстраивании конструктивного диалога с Россией, но ситуация сильно осложнилась в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом Павел не стал прямо обвинять российскую сторону в причастности к инциденту и выразил уверенность, что совершившие атаку преступники будут найдены. Вместе с тем глава военного комитета отметил, что несмотря на трудности в отношениях между Блоком и Москвой, контакты все равно поддерживаются. Директор Департамента Министерства иностранных дел России по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев заявил, что возвращающиеся из Сирии и Ирака иностранные боевики активно пользуются маршрутом в страны Европы через Украину. Из Сирии и Ирана многие пытаются перебраться через Турцию в Украину, так как у Украины введен безвизовый режим с Европейским Союзом. Тем самым западные партнеры повесили себе на шею еще одну большую проблему. Наши турецкие партнеры предпринимают определенные усилия, чтобы предотвратить транзит террористов через свою территорию. Но они отлавливают далеко не всех. Надо было как-то поощрить Украину за русофобство, освежить для нее европейскую перспективу, ввели безвиз. Обзавестись украинским паспортом относительно легко, и террористы стремятся попасть именно туда. Мы постоянно говорим, что политизация крайне негативно влияет на сотрудничество в области безопасности. Ранее сообщалось, что с начала конфликта в Сирии на территорию этой страны и соседнего Ирака въехали более 4000 россиян для войны на стороне террористов. Сегодня, по словам Рогачева, основная проблема с боевиками не в том, что они приезжают в регион, как было некоторое время назад, а в том, что они оттуда уезжают и сотнями, и тысячами рассеиваются по миру. При этом большая часть экстремистов возвращается не в государство происхождения, понимая, что правоохранительные органы могут иметь информацию об их передвижениях и соответствующим образом подготовиться. Также представитель МИД России подчеркнул, что ключевую роль в этом аспекте обеспечения антитеррористической безопасности может сыграть международное сотрудничество. Президент США Дональд Трамп приостановил выделение 200 миллионов долларов на восстановление Сирии. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, Белый дом дал распоряжение Госдепартаменту приостановить выделение данных средств. Также источники сообщают, что это решение было принято после того, как Трамп прочитал газетную публикацию, в которой говорилось, что США недавно взяли на себя обязательства по выплате дополнительных 200 миллионов, чтобы поддержать усилия по восстановлению Сирии. Отметим, что согласно информации издания, слагающий свои полномочия госсекретарь Сирии Штатов Рейкс Тиллерсон торжественно пообещал выплатить данную сумму во время заседания коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство», которое прошло в феврале в Кювейте. В Совете Безопасности ООН состоялось экстренное заседание после событий в секторе Газа, где ранения в столкновениях с полицией и израильскими военными получили почти полторы тысячи палестинцев. Погибли, по последним данным, не менее 17 человек. Выступая на заседании Совбеза, заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафранков заявил, что Москва подтверждает готовность принять лидеров Израиля и Палестины для проведения переговоров. Подтверждаем готовность предоставить российскую площадку для встречи палестинского и израильского лидеров. Необходим созыв прямых переговоров между палестинцами и израильтянами по всем вопросам окончательного статуса, включая Иерусалим. Сафранков также отметил, что урегулирование на Ближнем Востоке должно строиться на общепризнанной международно-правовой основе, включающей соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и Арабскую мирную инициативу. Напоминаем, что палестино-израильский конфликт обострился после того, как президент США Дональд Трамп в декабре объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Среди юношей и девушек, а также среди мужчин и женщин. Организаторами турнира выступили Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР и Федерация настольного тенниса Республики. Эти соревнования проводятся с целью отбора сборной команды Республики для участия в международных турнирах. Помимо этого, эти соревнования важны тем, что мы привлекаем молодежь, юношей, взрослых, ветеранов для занятий спортом и как бы вести здоровый образ жизни. Сегодня участвуют спортсмены из городов Горловка, Харциск, Ясиноватая, Макеевка, Енакиево, Кировское, Докучаевск, Снежное, Донецк. В соревнованиях приняли участие порядка 80 спортсменов в категориях возрастом от 18 до 39 и от 40 до 49 лет. Количество участников сначала, вот мы всегда делаем предварительную заявку. По предварительной заявке было 32 человека, 18-39 мужчин и 25-40-49. Вот сегодня нас очень как бы с одной стороны порадовало, что люди как бы смогли приехать больше. То есть я думаю, что еще где-то добавилось, человек 15-20 еще добавилось. Мы всегда готовы, рады принимать большее количество людей. Физическая активность – залог здоровья и эмоционально благополучного состояния. Спорт должен становиться правильной привычкой с самого детства. Спортивные занятия не только физически развивают ребенка, но и воспитывают в нем волю, решительность, настойчивость и многое другое. Сколько тебе? Девять. Сколько ты уже занимаешься? Пять лет. Пять лет? Ты сегодня участвуешь в мероприятиях? Ну, да. Скажи, Максим, вот почему ты выбрал для себя этот вид спорта? Обычно мальчики твоего возраста сидят перед компьютерами, играют в игры компьютера. Ну, мне этот спорт очень нравится. Я им поэтому занимаюсь. Меня приучил папа. Ну и как у тебя успеть? У меня все получается. Максим, скажи, что тебе дает этот спорт? Радость. Радость, настроение. Но радость и хорошее настроение от занятий теннисом можно получить в любом возрасте. Галина Андреевна, вы занимаетесь теннисом, да? Да. Давно? Давно. А сколько лет? Всю жизнь, со школы. Почему вы выбрали для себя этот вид спорта? А это вид спорта, который можно играть до пенсии, после пенсии, в общем, во все времена. Что вам дает? Ну как, дает и задор, и здоровье прежде всего. Ну, все дает. Жизнь дает. Вескоро на вопрос. Сколько вам лет? 71. И как вы себя чувствуете? Нормально. Как вы считаете, можно ли сказать, что так вы себя в таком прекрасном форме, потому что занимаетесь спортом? Конечно, конечно. Здоровый образ жизни и теннис, да. Вы молодежи посоветуетесь заниматься спортом? Обязательно, обязательно. На состязании спортсмены показали прекрасную физическую подготовку и высокую мотивацию к победе. Самое положительное в таких турнирах то, что они пропагандируют здоровый образ жизни и пользу от занятий спортом. Ведь здоровое поколение – это светлое будущее всей республики. Дмитрий Зиньковский, Евгений Полянский, Навросия ТВ. 1 апреля в Луганске ожидается пасмурная погода без осадков. Плюс 16 днем, ночью плюс 4. В Северодонецке также пасмурно, без осадков. Днем плюс 16, ночью плюс 4. В Волчевске малооблачно, без осадков. Ночью плюс 4, плюс 15 днем. В Мариуполе переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Днем плюс 13, ночью плюс 5. В Славянске весь день будет пасмурно, однако осадков не ожидается. Ночью плюс 5, днем плюс 16. В Краматорске переменная облачность, без осадков. Плюс 16 днем, ночью плюс 4. В Янакиево будет пасмурно, без осадков. Ночью плюс 3, днем плюс 15. В Горловке переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Плюс 15 днем, ночью плюс 3. В этот день в Макеевке будет ясно, без осадков. Температура ночью плюс 3, днем плюс 15. В столице ДНР также будет ясно, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 15 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до плюс 3. В старину считалось, что если 1 апреля теплый и ясный день, лето будет сухим и ветреным. Ну а если идет дождь, то и летом засухи не будет. Кроме того, погода в ближайшее время будет теплой, если в ночь на 2 апреля на небе не видно звезд.